Первая круглая дата для губернатора всегда знаковая. К этому моменту, как правило, он уже четко представляет себе, где и в чем нужно прибавлять. На встречу с журналистами Павел Малков пришел без галстука, подчеркивая доверительный характер пресс-конференции. Свою первую сто-дневку он назвал отдельной жизнью, прожитой на больших скоростях, но с ощутимыми результатами. Вот, например, уже удалось сдвинуть с мертвой точки некоторые долгостроя. Вот, реконструкция гимназии номер два, строительство музейного центра, некоторые другие. Вот сейчас работы уже идут полным ходом. Сдвинулся вопрос по строительству военного госпиталя в Рязани, в Дашково-Песочне. Планируется сами работу восстановить уже в следующем году. Дорогами очень серьезно занимаемся. Это вообще проблема номер один в регионе. Вот везде, где я бываю, всегда мне задают этот вопрос. Промышленность, сельское хозяйство и туризм – три китай-экономики Рязанской области. Это отрасли передовые, медицина же – один из главных аутсайдеров. Нет системности развития. Ее создание – одно из главных требований к новому министру здравоохранения, имя которого, кстати, так и не прозвучало. Выстроить стратегию развития всей системы. От профилактики, выявления до лечения, причем лечения как в экстренных случаях, так и в плановом порядке, и до последующей реабилитации. Все это должно быть основано на хорошей медицинской информационной системе, которая у нас, к сожалению, тоже сейчас практически отсутствует, включающей все необходимые компоненты. От маршрутизации пациентов до ведения лабораторий, от отдельных направлений лечения до единой медицинской электронной карты. Понятно, что текущая повестка всегда самая актуальная. Павла Малкова спросили о лесных пожарах в регионе. В Спасском районе объявлен режим ЧС, волнуются люди и в клепиках. Ситуация под контролем, успокоил журналистов и руководитель региона. Сейчас площадь пожара составляет около 500 гектар. По информации МЧС, пожар низовой. Ветра сильного нет, поэтому серьезного распространения вот именно сейчас не происходит. Проводится тушение. Опасности для населенных пунктов на настоящий момент нет. Очень подробно Павел Малков разобрал свою логику принятия кадровых решений. В зависимости от происхождения или предыдущего места работы, по его словам, нет и быть не может. И только здесь он руководствуется собственной точкой зрения. В львиной доле остальных вопросов Павел Малков опору делает на мнение общественности. В том числе по резонансной стройке песчаного карьера в Заокском. Если они говорят, что карьеру там не бывать, значит так и будет. Если жители говорят, что пусть будет карьер, потому что это дополнительные рабочие места, плюс инвестор берет на себя определенную социальную нагрузку и реализует некоторые проекты в Заокском, тогда да. Еще одна резонансная тема – ремонт Солочинского моста получит продолжение следующей весной. В этом году власти обещают закончить тяжбы с подрядчиками и уже примерно в мае приступить к косметическому исправлению полотна. Звучали и вопросы личного характера. Например, рубашки Павел Малков стирает и гладит в химчистке, семью пока не перевез. Бешеный рабочий рейд не позволяет.